Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И прежде чем мы приступим к чтению 13 главы этой книги, мы обратим внимание на те темы, которые выделяют святые отцы при чтении этой книги. Первое. Слово Божие готовит живущим в свете наслаждение благами, находящимся во тьме напротив мучения. Антихрист будет обольщать других, выдавая себя за Христа. Вот это точка зрения святителя Ирине Ильонского. Зверь из моря – дьявол, который хочет богопочитания. То есть он хочет себе божеских почестей. Антихрист будет настаивать на том, что он бог. Это точка зрения тикония. Змей – отступник от бога, сатана. Дракон – отступник. Есть отец всякого зла, всякого коварства. Это точка зрения и кумения. Животные образы дьявола описывают характер появления царства Антихриста. То есть это не какие-то абсолютно точные персоналии, а именно характеры. На этом настаивает Викторин Петовийский, Кумений. Еретики обладают могуществом лишь в этом мире и благодаря этому опустошают церковь. Это точка зрения Цезария Артского. Над царствами, символами которых служат барс, медведь и лев, будет господствовать Антихрист, который придет как римский царь. Это точка зрения Андрея Киесарийского. И очень интересная точка зрения Ипполита Римского, имеющая отношение к 13 главе. Антихрист воцарится тогда, когда будет демократическая форма управления. Ипполит Римский прямо так и записал. Викторин Петовийский видит в Антихристе как бы некую такую реинкарнацию Нерона. Хотя, конечно, никакой реинкарнации нету. Но, может быть, имеется в виду, как Иоанн Креститель был в духе пророка Ильи, так и Антихрист будет в духе и Нерона, и Александра Великого, и Адольфа Гитлера, и всех других претеч. Это точка зрения Викторина Петовийского. Дракон отдаст свою власть дьяволу для совращения людей, хотя и сам дракон называется дьяволом, но это как бы разные фазы ярости, стратегии и действия лукавого. Об этом пишет Тиконий, Кумений. Дьявол хулит Бога, и церковь на этом настаивает Примасий. И ему последуют ушедшие из церкви, которые уходят из церкви. Они уже не способны заниматься проповеди, они только выискивают, кого в чем обвинить, кого какой грязью облить, потому что от, скажем так, содержания своего сердца, говорит человек, от избытка сердца, говорят уста. Если сердце наполнено злобой, то уста изрекает злобу. Если в сердце благости Христос, то и уста свидетельствует о благости. Это точка зрения Цезария Армского, Андрея Кисарийского. Помимо истинного Израиля, многие люди поклонятся антихристу. Истинный Израиль – это церковь, и те евреи, которые через проповедь пророка Илии обратятся к вере в Иисуса Христа. Примасий настаивает в своем комментарии на эту главу, что власть дьявола временна, а Андрей Кисарийский и приносящие зло ближнему будут им пленены, верные же останутся в книге жизни. То есть мы должны очень бережно обходиться с ближними, потому что любое зло, сотворенное нами против них, оно может обернуться и по отношению к нам. Теперь мы переходим непосредственно к тексту. Мы не сможем, конечно, все вот эти темы осветить, потому что у нас определенный формат времени, но в своих истолкованиях на 13 главу отцы касались этих вопросов и на другие тексты. Итак, мы читаем. «И стал я на песке морском». То есть Иоанн Богослов находится как бы на песке морском. «И увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Но мы с вами уже читали описание красного дракона, и оно очень совпадает с описанием зверя. Потому что это как бы разные образы одной сущности. Правда, если когда говорим о дьяволе, мы понимаем, что это падший ангел, а когда мы говорим об антихристе, мы говорим о том, что это падший человек, но который в своем падении, он в чем-то даже превзойдет самого дьявола. Потому что бесы веруют и трепещут, что сказано в Писании, а антихрист объявит себя Богом и будет требовать себе божеских почестей. Как, кстати, в свое время император Наполеон требовал себе особых почестей. Даже при коронации, когда Папа Римский хотел возложить корону ему, императорскую голову, он выдернул ее из рук Папы и сам себя короновал как бы властью собственной гордыни. Мы с вами уже разобрались, что семь голов — это семь попыток превозноситься над земной реальностью. Есть седмица, и чтобы каждый день проявлять себя, показывать себя, как некоторые политики, особенно накануне предвыборных кампаний, у них какое-то обострение происходит. Они хотят, чтобы как можно чаще и в понедельник, и во вторник, и в среду показывали по общественному телевидению, и так это во всем мире. Десять врагов. Антихрист, так же, как и его духовный отец Дьявол, он будет бодаться с божьими заповедями, будет происходить растабуирование. На рогах его было десять диадим, то есть как раз Антихрист добьется большего, чем добился сам Дьявол, потому что именно во дне Антихриста, три с половиной года, свобода будет на малое время для сил зла, и в противостоянии десяти заповедям Антихриста добьется слишком много чего. Это будет настоящая трагедия, нравственная и моральная трагедия, когда сама жизнь человеческая будет поставлена на грань полного уничтожения. И вот эти диадимы на рогах – это успех в борьбе с нравственным божьим законом, с десятью заповедями. А на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему, дракон, силу свою и престол свой и великую власть. Вот эти звери, с которыми сравнивается, собственно говоря, Антихрист, эти звери, они описаны у пророков Ветхого Завета. Каждый из этих зверей является символом одной из языческих империй. И в империи Антихриста, в его планетарной власти все эти мечтания Юлии Цезаря, Александра Македонского, других правителей, которые требовали именно, чтобы весь мир подчинился им, все эти чаяния, ожидания, они достигнут ужасного завершения. И к тому же дьявол даст ему, дракон, всю силу свою, престол свой и великую власть свою. В то же время Ефрем Сирин пишет, что Антихрист будет великий обманщик. Он будет стараться действовать и выглядеть, как евангельский Христос. Каким-то образом он будет всем доказывать, что он рожден от Девы, от непорочной Девы. И в некотором смысле его мать, по преданию, будет Девой, которая внутренне будет настолько развращена, что даже трудно представить, как человек может настолько погрузиться в тенеты плотских страстей. Это будет сгусток всяческой страстности. И мы читаем, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Возможно, будет какое-то покушение на него, но оно не увенчается успехом». Ефрем Сирин пишет, что он будет выглядеть боголюбивым, благотворительным. Став правителем, он будет действовать, как Соломон. О его судах будут ходить восторженные рассказы, речи. Все будут поражены его красотою. То есть с точки зрения человеческой это будет идеальный человек. И один покойный митрополит, владыка Виталий Устинов, насколько я помню, он обращал внимание на то, что в современном западном обществе дискредитируют каждого представителя власти, стараются каждого киноактера на чем-то поймать. И он на проповеди, этот владыка сказал, «Скоро американского президента покажут в отхожем месте, чтобы все испытали какое-то неприязненное чувство к нему. Ведь смотрите, на всех грязь». И владыка добавил, «Все делается с одной целью, чтобы расчистить дорогу для абсолютно идеальной личности. И этой личностью будет антихрист. Будут скомпрометированы все политические формы правления, все политические деятели, будут скандалы, связанные с представителями религиозного истаблишмента, самых разных религиозных направлений. Банковская система, все зайдет в тупик, кризис социальный разразится, и вдруг появляется идеальная личность, которая устраивает всех, в том числе и представителей всех религий». И мы читаем, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, это мы уже читали, и удивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть через почитание зверя почитание будет воздаваться самому дьяволу, как Христос истинный говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». А здесь все наоборот. Почитание зверя становится автоматически почитанием самого дьявола. «И дивилась вся земля, следя за зверем». То есть опять какая-то планетарная трансляция будет всех его деяний, иначе как вся земля может следить за одним человеком. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним». То есть абсолютно идеальный. Никакого компромата на него нет. Все будут в восторге. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». То есть сначала льстиво, заискивающе, а потом, когда уже все начнут присмыкаться перед ним, его уста будут говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. Почему все-таки три с половиной года? Несколько раз мы уже об этом говорили. Потому что это принцип справедливости. Христос, Иисус, проповедовал три с половиной года, и сила зла тоже получит возможность три с половиной года проповедовать во дни Антихриста, потому что человек – это свободное существо. И человек делает свой выбор, как некогда Адам и Ева делали выбор, стоя перед древом познания добра и зла. Познание добра во Христе, зла в Антихристе. Общество и сейчас стоит перед этим выбором. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его, и живущих на небе. А жилище Божие – это верущее. Сказано, верою вселится Христу в сердца наши. И замахнется он на небесное Царствие Божие. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Вот это свобода на малое время. Он будет вести войну со святыми и победит их. Прежде всего, это умершвление Божьих пророков Иноха и Ильи, о чем мы говорили на прошедших занятиях. Также и другие поколеблются многие. «И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира». Почему о Христе сказано, что он заклан от создания мира? Имеется в виду то, что Господь, который владеет одинаково и нашим прошлым, и будущим, и настоящим, он предвидел, что, когда будет сотворен человек, произойдет то, что произойдет. И он еще до сотворения мира изъявил желание взять на себя ответственность за преступление рода человеческого. Сотворение человека, как мы видим в книге «Бытия», предшествует собор лиц Святой Троицы. Сотворим человека по образу нашему. И совет лиц Святой Троицы мог касаться и этого вопроса, как будет совершаться искупление человека. Поэтому о Христе сказано, как о том, который заклан за нас от создания мира. И те, которые не поклонятся антихристу, не откажутся от Христа Царя, они останутся записанными в книге жизни. Таких будет очень мало в последние времена. Как первая церковь, она была очень малочисленная, так и церковь последних времен. Об этом свидетельствует сам Христос, когда Он говорит, «Сын человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле?» То есть верующих будет очень мало. И здесь Иоанн Богослов восклицает, Он обычно произносит это восклицание, когда хочет обратить наше внимание, что здесь говорится о чем-то очень важном. Эти восклицания мы видели, когда Он давал нам откровение к семи церквам апокалипсиса. «Кто имеет ухо, да слышит». «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». То есть возмездие за преступления против церковных людей, оно, конечно же, не замедлит. «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агничим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми». Вот здесь должны задуматься те христиане православные, которые гоняются за всякими чудесами, услышат о каком-нибудь чуде, плачущей иконой или где-то там свечки зажигаются. Вот те, которые бегают за чудесами, эти люди добегаются, когда вот этот главный чудесник явится, он и мертвых будет воскрешать, и огонь с неба сведет на землю. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, как мы в христианской традиции имеем изображение креста, и на кресте пробиты руки Господа, его ноги. А вот этот второй зверь будет требовать, чтобы делали изображение первого зверя, и чтобы там рана была показана, и орудие, которое нанесло рану. То есть попытки делать как бы религии с черного хода, все наоборот. Ведь антихрист, это можно перевести как против Христа, а можно перевести как под Христа. То есть это попытка имитировать Христа, а потом он будет требовать божеских почестей. И дано ему было вложить дух в образ зверя, то есть делать некую икону, по-гречески образ «эконос», и какая-то динамика будет вложена в это изображение, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Представьте, у каждого будет такая вот икона, образ, и там зверь будет говорить и действовать. Я думаю, братья и сестры, вы понимаете, о чем идет речь. Это какой-то телевизор, когда человек включает, он может там увидеть антихриста. Может быть, мы его и видели уже несколько раз. Со всей уверенностью мы не можем сказать, когда это произойдет. Но уж очень много сходных вещей. И дано ему было вложить дух в образ, то есть в эту икону зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть будет какая-то обратная связь между телеэкраном, тем, кто говорит с телеэкрана, и тем, кто смотрит, слушает. То есть кто-то не так слушает, моментально могут быть какие-то действия, примененные по отношению к такому человеку. Сейчас техника. Техника развивается именно таким образом. Люди боятся иногда смартфон поднести к собственному уху, если у них есть подозрение, что их заказали. Через собственный смартфон их могут и умертвить. А тут целый агрегат телевизионный с обратным контактом. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Здесь, конечно же, обращает на себя внимание то, что говорится, что это будет некое такое изображение, некая печать, с одной стороны начертание, с другой стороны число имени его. Что значит число имени его? Давайте посмотрим, какие существуют истолкования. Прежде всего, надо понять, что такое число имени его. Если говорить о еврейском языке, о греческом языке, о славянском языке и о некоторых других языках, таких языков немного, то в славянском, греческом и еврейском буквы, они же цифры. Это значит имя имеет свое число. Если буквы, они же цифры, то можно сосчитать, какое числовое значение имеет это имя. Какое числовое значение имеет это имя. Например, числовое значение имени царя Давида – 14. Евангелист Матфей разделил родословие Иисуса Христа на три части по 14 родов, чтобы подчеркнуть, что Иисус Христос – истинный потомок царственного Давида. Царственного Давида. Поэтому то, что число имени – это известно было тогда, когда это писалось. А начертание число имени, когда число переходит в форму начертания, это уже современная технология, когда цифры заменяются уже некими знаками, начертаниями, когда постепенно как бы значение цифр меняется. Это особенность того времени, в котором мы живем. Но посмотрим на объяснение. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Существуют, конечно, различные способы понимания числа зверя, хронологически, как в случае с Ноем, и именное, основанное на принятом у греков обозначении цифр буквами, примерами того могут быть имена, разные имена. Например, Ириней Леонский наставил на том, что слово имя Титан, Титанус, имеет числовое значение 666. А Титаны, в понимании античных людей, это медвежные духи, которые заключены в преисподнюю, но в какой-то момент они будут освобождены, и со всей яростью они будут закабалять род человеческий. А мы знаем, что дьявол всю свою власть, всю свою силу передаст Антихристу. Андрей Кесарийский, однако Бог сокрыл его, то есть точное имя, мы знаем только числовое значение, не позволив, чтобы пагубное имя было написано в Писании. Вот такая точка зрения Андрея Кесарийского, чтобы это пакостное имя, было бы записано в Слове Божьем, нет, такого не может быть, считает Андрей Кесарийский, поэтому дано только числовое значение 666. Беда достопочтенный считает, это число означает приношения, которых будет требовать для себя сам дьявол, то есть почитая его сына, будут служить дьяволу. Теперь давайте обратим внимание на то, что никаких трех шестерок нету. Посмотрите, как по-гречески записывается это имя в самом тексте Нового Завета. Вы видите, здесь три разных слова. одно шестьсот, второе шестьдесят, третье шесть. А теперь мы открываем славянскую Библию на шестьсот шестьдесят шестой странице открыли, и мы видим три разных знака. Нету трех одинаковых. Первый знак означает шестьсот, второй шестьдесят, третий шесть. Так же и в еврейском языке. Откуда делись именно три шестерки? Три шестерки получается, если мы используем арабские цифры. Но когда писался Новый Завет, никаких арабских цифр не было. И скорее всего они не доживут до дней непосредственно Антихриста. Но в каком случае ставилась в древности печать с именем кого-либо на другого человека? Когда порабощали другого человека и объявляли его своей собственностью. И чтобы он не стал бы беглым рабом, ставили печать на чело и на правую руку его. Если он убежит, по этой печати его найдут и вернут. Сейчас есть такие технологии, что могут вживлять под кожу маячки специальные, которые контролируют передвижение человека, какие-то типа браслетов, но не в таком прямом понимании, а что-то подкожное, миниатюрное, и человек всегда контролируется там биение его пульса, его давление, какой его сахар, и так далее, и так далее. А какая главная цель за всем этим стоит, можно, конечно, только догадываться. Ириней Леонский в своей работе против ересей писал, «Потому в грядущем звере будет восстановление всего нечестия и всякого коварства, чтобы вся богоотступническая сила, собравшись и заключившись в нем, ввержена была в печь огненную. И, кстати, его имя будет иметь число 666. Не три шестерки. Что такое три шестерки? 6 плюс 6 12 плюс 6 18. А тут другое число 600 плюс 60 плюс 6. Это же не 18. Кстати, его имя будет иметь число 666, потому что он восстанавливает в себе самом все совершение зла, бывшее перед потопом и происшедшее от ангельского отступничества, ибо Ной, Ной, который построил ковчег, был 600 лет, видите, никаких 18 нету чисел. Ной был 600 лет, когда потоп нашел на землю, чтобы истребить восстание земли за нечестивые поколения, бывшие во время Ноя. И он, антихрист, восстановит все бывшее после потопа, какие заблуждения выдуманных идолов и убиение пророков и сожжение праведных, ибо воздвигнутое новоходоносором изображение имело в высоту 60 локтей. Здесь годы жизни Ноя при начале потопа 600 плюс 60 высота истукана, а в ширину 6 локтей плюс 6. И из-за него, из-за этого истукана, Анания, Азария и Месаил, не поклонившиеся ему, были брошены в огненную печь через свое приключение пророчески показывая грядущее в конце сожжение праведных, ибо все то изображение было предзнаменованием пришествия Антихриста и указывало, что ему одному должны поклоняться все люди, впавшие в нечестие. Конец цитаты. Вот эта цитата из Ирины Леонского, она показывает, что речь идет не а. 6 плюс 6 плюс 6 равно 18, а именно 600 плюс 60 плюс 6. И похоже, три шестерки кто-то выдумал их для чего-то. Это был такой голливудский фильм Оман, по-моему, вторая серия, там показывают, как один офицер подозревает, что 12-летний воспитанник, это Антихрист, и он ночью копается у него в волосах, когда он спит, и находит три арабских шестерки. И вот православные тоже насмотрелись этих фильмов и придумали вот эти три шестерки. Ириней Леонский также берет некоторые имена, которые имеют числовое значение 666. Ефанфас содержит искомое число, но я о нем ничего не утверждаю, пишет он. И имя Латинос имеет число 666, и весьма вероятно, что последнее царство носит это название, ибо ныне латиняне царствуют, но я не хочу этим хвалиться. Что значит не хочу этим хвалиться? То есть то, что я как бы догадался о том, что это именно так. Другие авторы древнехристианские указывают такие имена, личные имена. Лампеций, Бенедикт, кстати, Бенедикт означает благословенный, а Антихрист будет имитировать Христа и благословенного, и может быть будет пользоваться таким именем. Титан, но это близко к Титанус, то, о чем мы с вами уже говорили. Таким образом, главная мысль, которую мы должны вынести из всего этого, в Писании нечестивое имя это отсутствует, как пишет Андрей Кисарийский, оно дается только в числовом значении, потому что любое имя, записанное по-гречески или по-еврейски или по-славянски, оно же имеет числовое выражение. «И те, которые последуют за Антихристом и примут начертание его на чело и на правую руку свою, печать на чело искажает характер мышления, делает человека не самостоятельным, зазомбированным, а печать на правую руку контроль за всеми его возможными действиями». И мы с вами, помните, когда говорили о том, что будет некая пауза перед концом света, как бы на полчаса, но те, которые примут начертание зверя, хотя Антихрист будет убит, хотя уже всем будет явно, кто истинный Христос, и крест будет сиять на небе, они будут настолько озлоблены, что и эту паузу не используют для своего покаяния, потому что принявшие печать зверя, начертание его имени становится частью его самого, его собственностью, и выйти из этого состояния будет практически невозможно. из-за